Здравствуйте! Вы смотрите за кадром. Меня зовут Анастасия. И я расскажу вам о том, что не вошло в основные выпуски «Модные практики шоу». И покажу, что происходило в съемочных павильонах уникального медиапроекта, где 12 новичков осваивали азы портновского мастерства под руководством чуткого и мудрого наставника Ирины Михайловны Павокште. А значит, наше с вами путешествие в закулисье первого искреннего реалити-шоу о шитье продолжается. Давайте вспомним события крайней серии медиапроекта «Модные практики шоу». Наши начинающие мастера познакомились с дизайнерами и вместе приступили к работе над созданием второго образа. В любой работе, я думаю, в ваших тоже, нужно следовать трем главным заповедям. Из чего, для чего, для кого. Все, как бы, эти входящие вопросы, да, у нас получены ответы, поэтому мы решили, что мы будем делать, то есть вот они сшили платье, мы будем продолжать дополнять это платье, как, ну, грубо говоря, как бурьону супа, сейчас у нас домохозяйки смотрят, да, как бурьону супа, это наша основа, и дальше мы будем, каждая из девушек будет дополнять, дополнять, и в финале она выйдет своим блюдом шедевр, в виде одежды, как готового комплекта. В моем видении, в идеале, если все мои три подопечные выйдут примерно в одном стиле, наверное, все-таки так и получится, я надеюсь, да, и это будет такое маленькое дефиле. Вот так вот видеть просто результат, то есть, да, вначале посмотреть на них, на этапе отбора, потом так раз открыть глаза и уже, вау, перед тобой целый образ, это тоже здорово. Мне было сегодня интересно, конечно же, посмотреть, потому что мы увиделись уже с ними с этапа отбора, но, наверное, подглядеть хотелось бы, то есть все равно сам процесс, так как я сама все делаю от и до, и каждый стишок, и все это, мне интересно, как это получается у ребят, с чем они сталкивались, то есть, мне сегодня уже мы с мысами только пообщались, они рассказали, у кого там что ломалось, какие иголки, рвались нитки и все остальное, то есть, они рассказывали эти эмоции. Но итогом совместного творчества довольны остались не все. Мнения разделились так, что наставники медиапроекта и участники шоу встретились на так называемых внеклассных занятиях, когда основные съемки модной практики шоу уже закончились. Вы имеете в виду дизайнера? Нет, почему я так не говорила, что мне не нравится. Наставник? Наставник. Она, наверное, не поняла меня, потому что с одного раза вот так человека разузнать невозможно, посмотрев просто дефиле, совершенно не зная. И прислушалась к моим пожеланиям, когда я сказала, что я хочу, что я предпочитаю, как бы я хотела видеть свой образ. И предложила мне вариант, который я точно никогда не хочу себе шить и надевать. Я все-таки считаю, что мы на таком шоу, где мы должны шить с душой и шить то, что нам нравится, а не то, что предложил мне дизайнер. Наставник в Италии. Я почему-то была сразу уверена, что как-то попаду к нему. Ну, не знаю почему. Наверное, потому что у меня было такое необычное платье. Другие девочки-дизайнеры, они в таком больше классическом стиле. А он такой больше разглядяй, как мне кажется. И у меня такой стиль тоже. Мне нравится, когда все удобно, свободно. Я люблю каблуки, но не всегда. Мне нравится, когда можно гулять, можно в разные места посещать. И все это как-то трансформируется. Вот. Мне нравится то, что он мне предложил. Он вдохновился моими красными туфлями. Он подобрал мне красные вот эти кружева. И я понимаю, что это прямо вау. Это бомба. И я настолько загорелась этой идеей. У меня уже прямо мысли в голове там крутятся, как я это буду все шить, как я этой атласной беечкой все обработаю. Я считаю, что я опять счастливчик. Наставники вместе с героями медиапроекта обсудили все варианты, взвесили «за» и «против» и начали работу. Теперь пройти все этапы подготовки образа участникам реалити-шоу предстоит самостоятельно. Показать, чему научились, как освоили весь материал. Но профессиональные советы на подственные слова и сюрпризы на финальном этапе особенно приятны. Всех приветствуем на шоу «Модные практики». Снова рады вас видеть. Сегодня мы уже вплотную подходим к теме. Наши подиумные платья, наши подиумные пальто, наши подиумные наряды должны вот сейчас прямо родиться в нашей голове. Конечно, я хочу сказать, чтобы Ира подробнее рассказала о нашей концепции. Мы очень рады, что могли вас познакомить с дизайнерами. Они даже нарисовали вам некоторые эскизы. Но хочется отметить, что эти эскизы немножко не согласуются с нашей концепцией, потому что мы работаем и сейчас хотим вас научить именно цельнокройному рукаву. И вы уже это попробовали, у вас получилось. Хочется именно придерживаться нашей концепции. То есть шоу о цельнокройном рукаве, чтобы оно так и кончилось, как началось, и чтобы так оно и закончилось о цельнокройном рукаве. Поэтому мы сейчас с вами вместе создадим каждому неповторимый образ на основе цельнокройного рукава. Если вы были ограничены фантазией в первом платье, теперь вы не ограничены в фантазии совершенно. Ваша фантазия сейчас может просто быть раскрыта в полной мере. Сейчас мы с вами сделаем, ну, что-то совершенно необыкновенное. За час-полтора мы, как бы, поняли каждый, что это будет. Кто первый уже поймет и будет готовый скисить на руках, мы уже начнем быстро отрезать ткань на складе и быстро начинать уже кроить. И помощники готовы, с ножницами стоят. Все мы готовы, я думаю, что мы будем очень шикарные. Кто-то, может быть, из вас даже и не будет шить платье, кто-то, может быть, дополнит свое платье каким-то кружевным шикарным пальто, какой-то такой накидкой кружевной шикарной, это будет очень роскошно. Кто-то, может быть, сделает себе новое платье, а сверху еще какой-то жакет кружевной или не кружевной, или кто-то что-то будет видеть. У кого, например, Галя очень любит стиль Боха, она уже подобрала себе модель, Анечка уже подобрала себе комбинированное платье, Катенька у нас уже в стиле себя нашла модель, это правильно, это правильно. Нет, ну, девочки, это правильно. Наши платья для чего мы создаем? Чтобы они говорили о нас, чтобы мы где-то появились, раз люди посмотрели, уже поняли вообще, кто мы такие. У нас шоу о цельнокроенном рукаве. Я очень много хочу сказать людям о цельнокроенном рукаве. И для этого сделано шоу, чтобы каждый понял, потому что очень многие люди боятся конструирования. Боятся конструирования, они умеют работать, как там циркулем что-то выводить, им сразу какой-то страх их парализует. А на основе цельнокроенном рукава любой человек может одеться, причем имеет очень много одежды. Платья легкие, джерси, потеплей, кардиганы наверх, блузоны к брюкам, вот все что угодно. Мы для чего здесь собрались? Чтобы стать лучше, красивее. И умели сами своими руками сделать сами себя еще красивее. И самое приятное, вас ожидает сюрприз. Ткани для этих моделей вам предоставляет наш интернет-магазин «Тканевый бутик». Да, я еще раз хочу сказать, что все ткани произведены в Италии. Ни одной ткани у нас нет, ни из дешевых складов, ни это, как бы, качество определенное то, от которого вы получите удовольствие. Нам приятно. Большое спасибо вам! Как бы мы это все будем обсуждать, никого из вас не пустим на самотек, потому что определенный результат у нас должен быть просто сногсшибательный. Все должны упасть, какие мы шикарные. Так что поехали! Поехали! Очень много тканей прямо с нашего интернет-магазина. И ребята-менеджеры, кто с магазина приходит, они все режут, режут, режут. Я смотрю, блин, это ж сколько тканей ушло, мы еще не подсчитывали до конца. Я надеюсь, может быть, мы потом я сверю эти цифры, и мы узнаем точную цифру. То есть сейчас я не знаю, то есть по деньгам я, к сожалению, сейчас точно не знаю, потому что одно дело то, что купили там в каком-то местном магазине, но основные ткани ушли с нашего интернет-магазина. В модном доме Паукшта кипит работа. Участники выбирают, обсуждают, советуются. Наряд для финального показа должен быть ярким и незабываемым, и в то же время по силам начинающим портным. Совместить все в одном образе помогла Инга. Художник по образованию, а она воплотила идею участников в эскизах. Моя идея – это летнее кружевное пальто. Его подсказал мне дизайнер Виталий, и мне оно нравится. И мне кажется, оно очень подходит нашей концепции. Только я не знаю, что поднес. Оставить свое зеленое или что-то новое придумать? Можно и оставить зеленое, можно и к показу уже еще одно платье. Или я когда-нибудь покажу. Будем выдумывать новый наряд. Сказали, у меня в своем стиле платье. Это будет черный топ, но в черном стиле. Черные короткие шорты и кружевное платье сверху. Это понятно. Уже грустно. Грустно, потому что понимаю, что уже почти конец, и что сейчас я их долго уже не увижу всех, и что уже работа такая, что, скорее всего, дома в основном, как бы редко, когда я смогу сюда выбраться. И что увижу только всех на последнем концерте, да, уже немножко грустно. Потому что все равно классный процесс. Не хочется прощаться, хочется дальше все вместе работать. Научиться удалось. Ну, предела нет совершенства, конечно, еще учиться-учиться. Съемки. Ну, сначала немножко был манраж, когда ты шьешь, и камера к тебе подходит и лично тебя снимает. А потом как-то их даже уже не замечаешь, работаешь. Мы наржались с девчонками, насмеялись. Нам было весело. Нам понравилось. Единственная трудность – это недостаток времени. А так, в принципе, трудностей не было. Со всеми трудностями. Я просто не считаю это трудностями. Я думаю, что все, что решается на месте, ну, все, что решается просто обратившись к кому-то, ну, это не трудность. Это просто вопрос. А теперь, когда основные дела завершились, можно и потанцевать. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок. Предлагаю оставить наших героев за работой. Что у них получится, мы узнаем во время финального показа. А пока для зрителей и подписчиков, которые не смогли принять участие в шоу, но очень хотят научиться шить и показать свои таланты миру, я напоминаю, что в Инстаграм у нас проходит конкурс. Итак, пришло время нашей регулярной рубрики. Подводим промежуточные итоги онлайн-конкурса «Модные практики шоу». За прошедшие 7 дней количество публикаций с хэштегом «Модные практики шоу-1» увеличилось до полутора тысяч. На этой неделе к нам присоединились еще 9 новых пользователей. Теперь общее число претендентов на приз – 65 человек. Кстати, среди тех, кто борется за победу, есть и Ирина Кириченко, которая в августе принимала участие в кастинге, но не попала в число учеников, которым посчастливилось войти в конкурсную дюжину. Добрый вечер. Вот мое платье. Я его сейчас уже буду шить. Но сначала я заправлю машинку, так как я, к моему сожалению и к моему стыду, еще не прошла тот урок, который нужно показать заправку машинки. Итак, быстренько смотрим. Поставили наш стыречек, заправляем. Один. У меня тут все написано. Два, три, четыре, пять. На-на-на. Ай! Ниточка. Пять. А-а-а. Подождите. Пять. Шесть. Готово. Вставляем шпульку в шпульный колпачок, в челночок. И вставляем в челночное гнездо. Верхней иголочкой вытаскиваем нижнюю ниточку. И готово. Где крышка? Вот она. Ура! Я готова. Именно новички и проявляют особую активность. Например, Анна Шутак из Одессы уже опубликовала 115 постов. Все свои фотографии Анна сопровождает пояснениями и движется четко по планам уроков нашей школы. Первое платье у нее уже готово. А вот каким будет образ для подиума, еще неизвестно. На сегодняшний день это самый активный участник зрительского состязания. Вот полностью убрала летучую мышку, получилась здесь очень красивая такая линия. Еще я углубила немножечко вырез горловину и укоротила платье. Думаю, что оно будет вот такой длины. Все, теперь можно начинать платье шить. Я, конечно, не буду загадывать, но думаю, что в понедельнику платье будет готово. Приятно отметить, что в борьбе за главный приз онлайн-соревнования есть и молодой человек – Евгений Борисов. Назвать его суперактивным сложно. Всего семь тематических постов. Но очень радостно внимание сильной половины швейного сообщества к нашему конкурсу. Участие в онлайн-конкурсе стало захватывающим приключением для всей семьи. По крайней мере, так произошло у Марии Асачи, которая показала маленького помощника, и у Ирины Гальковской, о которой я рассказывала в предыдущих сериях за кадром. За нее болеют сразу две внучки и еще какое-то зеленое существо. Бабушка, мы желаем тебе победы в конкурсе. Тебя очень любим. Конкурс «Модные практики шоу» в Инстаграм стартовал 22 декабря. В этот день в аккаунте «Медиапроекты» появилась первая публикация, где мы озвучили правила и условия участия в швейном соревновании. Итоги наш экспертный совет подведет 23 февраля. Вы еще можете успеть принять участие, отточить свое мастерство, попробовать что-то новое и доказать всем, что красиво и стильно можно выглядеть в любом возрасте и вне зависимости от особенностей фигуры. Главное – подобрать правильный крой. Будьте активны и участвуйте в нашем конкурсе в Инстаграм. Я, Павла Штарина Михайловна, и вся наша команда желаем вам успехов. Выставляйте свои фотографии и боритесь за главные призы. А дальше Инга вам расскажет, что нужно сделать. Здравствуйте! С вами Инга Паукштити, автор медиапроекта «Модные практики. Шоу». Я хочу рассказать вам о конкурсе в Инстаграм специально для наших подписчиков. Шить вместе с нами – это просто. Чтобы доказать вам это на практике, запускаем конкурс в Инстаграм. Этот проект является прекрасной возможностью попробовать в своей жизни что-то новое. Чтобы участвовать в онлайн-конкурсе и побороться за призы состязания, вам необходимо подписаться на аккаунты в Инстаграм и на YouTube-канал «Модные практики». Внимательно следить за событиями медиапроекта и выполнять задания вместе с героями. Помощь вам – обучающие видеоуроки. Их вы сможете найти в разделе «Модные практики шоу-школа». Это подробные мастер-классы, которые помогут вам освоить азы портновского искусства. Повторяйте за преподавателями «Модные практики шоу-школа». Делайте фото, снимайте видео и делитесь ими в Инстаграм. Отмечайте страничку YouTube Reality Show и ставьте хэштег «Модные практики шоу-один». Участники конкурса должны освоить ручные работы, машинные работы, ВТО, показать заправку швейной техники, построить конструкцию простого платья с тельнокройным рукавом и сшить его. И, конечно, приготовить дизайнерское платье. 23 февраля мы назовем имена подписчиков, которых выберут наши эксперты для участия в финальном показе «Модные практики шоу». Победитель онлайн-конкурса получит подарки от наших партнеров. Это швейная машинка Джуки и сертификат на покупку анатомического манекена Моника от компании Royal Dress Forms. Самый активный пользователь получит специальный приз от нас с Алексеем – 50 тысяч рублей. Это тот, кто сделает больше всего публикаций. Также мы будем учитывать количество лайков и комментариев под вашими постами. Все ссылки на серии шоу и выпуски школы вы сможете найти в шапке профиля «Модопрактик шоу» в Инстаграм и в описании к этой видеоинструкции. Удачи! Пока на этом все. Финал уникального медиапроекта «Модные практики шоу» все ближе. Волнение у его участников все сильнее, а времени почти нет. Присоединяйтесь к конкурсу в Инстаграм, выполняйте задания наставников и, как знать, возможно, именно вас выберет наш экспертный совет. Успехов вам! И помните, как говорил Томми Робинс, постановка цели является первым шагом на пути превращения мечты в реальность. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова